Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесным». Сегодня со мной на связи из Ганновера пастор Ташкентской церкви, пастор Денис Подорожный. Денис, приветствую! Приветствую тебя, дорогой брат, рад тебя видеть. Тоже очень рад, и рад, что ты идешь на поправку. Конечно, ты наделал много шума, вот, не знаю, ты или не ты, или то, что с тобой произошло с этой болезнью. Я впервые узнал, еще до того, как ты опубликовал все, вышел в эфир и рассказал о своей болезни, о своем заболевании, о твоего сына, от Давида, мы с ним на связи. Вот, и я был, конечно, потрясен, вот этот кубик-рубик у тебя в голове, 7 на 7, это, конечно, было, я даже представить не могу. На 9, там чуть-чуть больше. Понятно. Слушай, вот из того, что мы все знаем, потому что все следят, очень много людей молятся за тебя, следят за твоим восстановлением, за тем, что происходило. Ты говорил, что это очень страшная болезнь, вот эта бластома, и у тебя была самая последняя, да, четвертая стадия уже. Расскажи немножко, что это такое? Ну, опухоли или же онкология, она бывает в разных частях тела, в голове бывает тоже разных видов, и вот самое серьезное, это геобластома, и по размерам ее, потому что длина ее была 9 с лишним сантиметров, это была геобластома четвертой степени. Единственное, что, конечно, врачи не могли точно детали сказать, потому что надо было дело бы взятие клеток, проверку, это двойная операция, поэтому они говорят, ее в любом случае доброкачественная, злокачественная, ее надо удалять в любом случае, она давит на мозг. Ну, а для меня это было очень-очень внезапным состоянием, потому что оно пришло очень неожиданно, оно случилось прямо во время воскресного богослужения, когда я проповедовал и рассказывал, что я просто не мог прочесть текст, говорить мог, читать не мог. И это породило, я думал, что что это такое, я ни маленький, ни большие буквы не мог читать, и потом я поехал, сделал МРТ, и это открыло вот эту ситуацию. Ну, вот так, но я не знаю, знаешь, понятно, что это серьезная ситуация, с одной стороны, с другой стороны, я давно изучал вопросы разные, как Библия, как Писание смотрит на здоровье, и причем не с одного блока, а с разных сторон. Вот почему, когда это случилось, я не начал говорить просто, давайте будем верить и молиться, я все равно верю всегда, независимо ни от чего. Я понял, что надо делать какие-то шаги, и поехал, сделал ПЭТ-ката тела, сделал КТ головы, какие-то еще проверочки, и это вот у меня заняло три дня, и по крайней мере, я понял, что ситуация экстра серьезная, но как-то вот так, как-то вот так. Ну, я знаю, ты знаешь, что очень мало служителей делятся вот такими ситуациями, когда попадают или болезни, или какие-то серьезные жизненные ситуации. Вот скажи, что было страшнее? То, что ты узнал, что у тебя вот такое серьезное заболевание, рак, пластома это, или страшнее было выйти и всему миру рассказать о том, что у тебя обнаружили? Давай уберем слово страх, потому что вплоть до момента операции или после у меня не было состояния страха. Во-первых, одна из вещей, я как священнослужитель года знаю, что у человека, если Иисус не заберет нас всех живыми, есть конец. Рано или поздно, в 50 лет или в 90 лет мы заканчиваем жизнь. И когда вот это все случилось, я для себя понял, что мне надо что-то делать, для меня это очень важный момент. Во-вторых, это случилось у меня не в тайне, знаешь, человек что-то понял, и это случилось. Это было экстра публичное. У нас в воскресенье было несколько служений, и на одном из служений это все произошло, и там было вот сто с лишним, 150 человек, не помню сколько. И это происходило в течение 15 или 10 минут. У людей вопросы в большом количестве. Поэтому, когда я решил сказать, я понимал, что это ответ на вопрос. У меня не было ни страха, ни, ну как сказать, ни по поводу болезни, ни по поводу этой ситуации. Единственное, что я сделал, я делал последовательно. То есть я сначала поговорил с пасторами нашей церкви, потом поговорил с пресвитерами нашей церкви, поговорил с ключевыми пасторами нашей страны, нашего братства. Поговорил с пасторами Украины, с которыми у нас постоянная рабочая атмосфера, и мы работаем вместе. То есть я сначала затронул ключевых людей. Это было важно, потому что говорить со всеми, знаешь, ну ты узнаешь от всех, а ты близкий человек. Это было бы сложнее. Это был мой последний момент. А второй момент мне было просто сказать, потому что это важный момент, когда люди молятся, люди поддерживают. Я решил, что это надо сделать, и у меня было ощущение, что надо делать быстро. Я очень много сталкивался с ситуациями разных людей. Где-то советы давал какие-то, управлял к врачам, или же молился, или и, 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 и. А с одной стороны, я видел массу людей упущенных, которые пропустили время и закончили жизнь. И я понимаю, что это та ситуация, где нельзя говорить, давайте еще месяц подождем. Я не знаю, будет ли у меня месяц, или будет у меня две недели. Для себя я сказал, у меня будет три сферы, и все они хорошие. Для меня вот это был момент. Первое, я пройду, я буду лечиться, что-то сделаю, и все будет хорошо. Второе, я пойду и буду лечиться, и что-то у меня не то сделаю. То есть какая-нибудь операция, что-то будет, и потом я буду немножко какой-то поврежденный. И третья сфера – это я уйду к Господу. Я подумал, что, в принципе, первая, третья – самая лучшая, вторая – тоже хороша. Но я понимаю, что это не в моих руках. Поэтому я для себя сказал окей. И это стало вот таким моментом, я это должен делать. Я озвучил, и у меня был второй, знаешь, момент. Очень 20-й год был тяжел. Пандемия. Вопросы людей, вопросы финансов, вопросы… Но год очень сложный. У нас в церкви были люди в летнее, осеннее время, которые ушли в вечность из-за коронавируса. И это трудный был период. И у меня было ощущение такое, вот сейчас год кончится, и мы первый пойдем. И вот год кончается так. И мне было важно сказать, знаете, заканчивается плохой год, пойдем вперед к хорошему. Вот это какой-то момент был вдохновляющий. И поэтому я это говорил абсолютно вдохновляя, у меня никакого страха не было. И это были такие… Я думаю, это были очень важные моменты, очень важные моменты. Я помню, на рубеже 90-х, 2000-х однажды я встречал тебя, ты был у нас в гостях, в Калуге. И ты тогда поделился, ты где-то приобрел книгу «Пастор Этриск», помнишь? И ты мне посоветовал ее приобрести, я заказал ее в Штатах, читал. И я, конечно, тогда уже был ошарашен. Ну, нас никто не предупреждал, что быть пастором – это по исследованиям, да, в мире пятое по смертности, по тяжести профессия в мире вообще, во всем мире – быть пастором церкви. Я помню статистику эту читал, которую вот исследователи провели во многих странах, там, США и в других евангельских странах. И был, конечно, ошарашен этим. Как ты думаешь, ты уже, ну, как бы, вот был готов или все-таки к такому нельзя приготовиться? Вот ты сказал три ситуации, ты, как бы, просчитал для себя вот это, вот это, вот это. И сейчас это звучит позитивно. Две отлично, одна тоже хорошо. Готов к первой или готов ко второй и третьей? Про что? Нет, я про то, что ты просчитал их, ты говоришь, первый и третий – это было бы очень хорошо. Давай так, давай так. Я вторую мало рассчитывал, почему? Потому что я же не знаю детали. Это из области статистики, вероятности всяких ситуаций, что у тебя не будет работать. Ясно, что врачи сказали, что у вас опухоль находится в той сфере, где речь и где правая рука. Дальше как будет – непонятно ничего. Потому что там были масса нюансов, которые были. Я для себя понимаю, что если первое будет, слава Иисусу, для меня была важна третья сфера. То есть, когда я уйду. Поэтому вот этот период, а он у меня занял ровно месяц. У меня 27-го это случилось, симптоматика. И 27-го января была оператор, ровно через месяц. Этот месяц у меня занял на подготовку и прохождение. То есть, мы искали врача, мы искали клинику. Большущий был объем работ сделан. И в то же самое время была подготовка, так сказать, вечности. Потому что я разные сферы продумывал. У меня семья, есть церковь, есть служение, есть очень много разной ответственности. И поэтому я передавал ответственности в каждой сфере определенным людям, отпуская все. Я решал вопросы, связанные с семьей, финансами, завещанием. Сделал фотки свои даже. Подписал фотки моим близким, друзьям и родственникам. Или кто были. Или я записал историю своей жизни для детей на аудио. Потому что они хотели бы спросить, а вдруг меня уже нету, и я не расскажу. Ты заранее рассказал. Очень обстоятельный человек. Очень обстоятельный. Так подготовиться. Скажи, критики много было в этот момент? Потому что я в комментариях читал. Но знаешь, наши порой бывают, я имею в виду верующие, очень жестокими. Начинают обвинять. А почему Бог не исцеляет? И все вот. Ну, ты понимаешь, о чем нет. Да. Я скажу такую вещь. Очень хорошую. Что для меня вообще прохождение этого момента, оно привнесло понимание, какое в хорошем смысле тело Христово. Я знаю очень много разных. От ереси до глупостей, от чудачеств до ошибок. Но для меня это был момент такой, когда очень много людей начали молиться, говорить слова, говорить, не сдавайся. Мы будем верить. И это было с разных стран. Это было с разной динаминацией, с разных конфессий. Это была очень большая поддержка. То есть вот к моменту, когда я оказался на операционном столе, было очень много позитивного. Были ли странные люди? Да, были странные. Знаешь, в таких ситуациях... Ну, представь себе, ты живешь, у тебя жизнь, может быть, будет 10-20 лет, а может быть, жизнь у тебя недели. Тратить свои силы эмоциональные на то, чтобы сказать, нет, это неправда. Смысла вообще нет. Поэтому я... Что-то писали. Писали какие? Самый момент, может быть, люди говорят, если Бог делает, зачем врачи? Ну, я знаю эти учения в некоторых христианских кругах, которые говорят, мы верим в Бога, врачи не верим. По Библии они не подтверждаются вообще. Ну, это их дело. Вот такие мелкие какие-то чудачества были, но я не занимался этими вещами. Поэтому я достаточно нормально шел, потому что я... Вот смотри, брат Либер, в разных ситуациях любой. Ты говоришь о богословии, ты говоришь о политике, ты говоришь о социологии, ты говоришь о культурологии, ты говоришь о странах, о нациях, о гендерном подходе. Ты вдруг обнаруживаешь, что у людей разные взгляды. И сделать всех однотипными, сделать всех, чтобы все думали одинаково, бесполезно. Это подход служения. Поэтому я очень нормально смотрю у людей свои взгляды, очень странные. Но 98% это очень потрясающие люди с разных мест, просто пишущие. И для меня это было очень хорошим моментом, очень хорошим. И после стали еще лучше. То есть я понимаю, разные страны имеют разные подходы в политике и разных сферах социальных. Но тело Христово – это тело Христово. Это церковь Божия. И это очень важный момент. То есть ты хочешь сказать, есть такие моменты. И мы должны вырасти до этого состояния, когда мы должны принимать и уважать друг друга. Как ты говоришь, политические, социологические, какие-то другие взгляды. Взгляды на жизнь, взгляды даже на какие-то вот такие учения библейские, которые одни так смотрят, другие так смотрят. Просто нужно научиться уважать, слушать, слышать друг друга, понимать друг друга. Ты спросил меня по поводу болезни, понимаешь? Есть сферы взглядов, которые мы не можем принять. А есть сферы взглядов, которые мы не имеем права уважать. Потому что они неправильные, деструктивно неправильные. Я говорю сейчас о вещах, которые, ну как сказать, ну вот, например, в христианстве разные подходы к поклонению. Разные подходы ко дню, когда проходит богослужение, суббота, воскресенье. Разные подходы к говорим в иных языках. Есть христианники и так далее. Разные подходы в отношении чудес. То есть есть сферы, которые не являются номером один. То есть когда человек, начиная говорить, Иисус Христос не есть Сын Божий, я не могу сказать, что он брат во Христе. То есть есть отход от канонических, от важнейших канонов Библии. И там мы уважаем человека как личность. Бог любит его, хоть кто он находится. На учение мы не скажем, он такой ученик, мне такой, я верю в такого Бога, а он верит по-своему. Это его мнение, я с этим мнением не согласен. Но как человека я принимаю. Ну а заболезнь, я сказал, что здесь именно ощущение людей. И оно связано не с ними лишь, а с их контекстом. В чем они находятся? В какой среде? В каких книг я не читаю? Чем они заполнены? Был у меня там один брат или два. Что-то писали, они считают так. Мне даже смысла не было что-то им доказывать. Это их жизнь. Она изменится, знаешь, когда? Когда это придет в их жизнь или в жизнь близких родственников. А у некоторых не изменится. У меня, помню, была ситуация, у человека почти что такая же была, почти что такая же ситуация. В голове появилась опухоль. И мы начали искать, мы начали, нашли врача, предложили. Он первично что-то сделал, но потом он сказал, я не буду ничего делать. Почему? А как я буду говорить, что Иисус исцеляет, если я пошел к врачам? Я не пойду к врачам. Если хочет Бог исцелить меня, Он меня исцелит. Ну, вот так. Сейчас он с Богом. Вот так. Потому что нам надо понять, что Бог использует видимые миры и невидимые миры. Писание говорит, что вначале Бог создает небо и землю. По-английски написано heaven and earth. Небеса и земли. То есть духовный мир и физический мир. И не только духовный Богом сотворен, а земной каким-нибудь там другим исшедчиком с неба. Но Бог и видимый, и невидимый сотворил. Поэтому Он использует и невидимые духовные вещи, чудеса или какие-то сверхъестественные проявления. И Он использует реальные земные действия, которые Он вовлекает людей. Люди что-то делают. Поэтому я считаю, что в этой моей ситуации это была в первую очередь Божья рука. Это то, что в голове происходило, и ни один человек не мог заранее запланировать. А вторая была рука людей, которые молились, которые помогли финансово, которые были врачами, кто лечили. Это экстра врачи, супер уровня. И вот это все произошло именно от действия людей, которые, я думаю, вдохновлены были Богом. По крайней мере, очень многие. Вот скажи, вот пройдя и проходя через свою болезнь, через эту операцию, через восстановление сегодня, ты бы мог что-то посоветовать пастырям? Скрывать или все-таки открывать, вот когда они сталкиваются с такими ситуациями? Может быть, не только с такими, но и другими жизненными ситуациями. Или искать все-таки поддержки в теле Христовом, в церкви, чтобы больше людей молились, поддерживали? Я говорю это потому, что очень многие скрывают свои семейные проблемы, болезни, какие-то внутренние. Знаешь, очень многие болеют психологическими какими-то расстройствами. Вот недавно один наш пастор написал потрясающую книгу, где честно говорит об этом, обо всем. Твой совет? Я понимаю, что не может быть одного совета для всех. У каждого свой путь. Да, но я скажу такую вещь. Когда мне задают любой вопрос, подобный или похожий на него, то есть скажи, правильно или неправильно, мне очень сложно ответить почему. Почему? Потому что наша жизнь очень многонаправленна, она очень многослойная. У нас очень много деталей в каждой сфере. И поэтому в одних сферах срабатывает один подход, в других другой подход. У одних, ну, например, у кого-то какие-то вещи, с которыми он сражается в личной жизни. А если он это выносит на большую поверхность, это становится еще худшим состоянием для него. Я знаю такие примеры. Когда человек, вот проходил личные какие-то трудности, вместо того, чтобы взять и поговорить со своим старшим руководителем, старшим пастором, епископом, он собрал свою церковь. И всей церкви сказал, я прохожу через то-то, то-то, то-то. И для всей церкви это был такой шок, который породил уменьшение церкви. А он тогда захотел, что если Бог, я призван быть пастором, пусть церковь увеличится в два раза. Это уже было просто ошибочное решение, потому что после таких слов церковь, надо говорить, пусть не уменьшится в три раза, хотя бы в два раза уменьшится. Да, конечно, церковь не выросла. А он подождал два месяца, церковь не выросла в два раза, понял, я не пастор. И закончилось его служение. Это 90-е годы, в другой даже стране, чем наша. Но суть в чем, что у него были проблемы, их надо было решать, но не с церковью, а с кем-то, кто направит. В каких-то сферах это затрагивает большие группы людей. За многие годы, вот в этом году, это можно сказать 30 лет, я был во многих церквях, в разных странах. Многие как бы меня знают в той или иной степени, слушали или видео смотрели. И если ты заканчиваешь жизнь, а ее можно закончить очень легко, то мне показалось, это было бы правильно, чтобы я сказал, а не потом обо мне что-то сказали. Потому что это создает правильный подход. По крайней мере, ты говоришь о себе лучше, чем кто-либо о тебе, ну хотя бы, хотя бы ощущение. Для меня это было вот такой момент. Для всех предложить выход мне сложно. Например, семейные вопросы, вопросы личных грехов, вопросы каких-то неясных учений. Вот, например, у служителя есть особенности, он не понимает какую-то сферу. Вот не надо у кафедры перед церковью говорить, я не знаю, Бог передим или единин, вот Иисус такой, Сын Божий или Сын Божий человек, или только человек. Вот я вот перед вами говорю, давайте подумаем. Пусть он никогда не выходит на кафедре, покуда не разберется в себе. Или идет учиться, или же спрашивает, или читает книги. Тоже очень важный момент. Ну, то есть, понимаешь, вот для меня вот такой подход важный. А люди, понимаешь, у наших людей, давай я тебе еще прямо скажу, у очень многих людей ответ такой, вот скажите, и там пастор или же доктор или же журналист или политик какой-то, вот правильно так или вот так? И вот он говорит правильно вот так. И тогда они говорят, молодец, вот ты хороший человек. А другие сразу говорят, нет, ты не прав, ты плохой, ты неверно говоришь, мы тебя отвергаем. Вообще, стереть его со всех своих экранов. И подход, знаешь, в чем плохо? Люди мыслят законнически. Это почти что ветхозаветний подход. Вот дайте мне закон, и я по нему сделаю. А взять ответственность и сказать, это я ошибся, это я решил. Вот я сейчас живу в Германии, и здесь правительство решило, все, делаем пятидневный супер карантин на Пасху. Ни одна церковь не будет собираться. Прикинь, люди хотели собраться, им говорят, нельзя собраться. Все так напряглись. Проходят два дня, выходит Ангела Меркель и говорит, друзья, это моя ответственность. Я не права, это неправильно. Я отменяю это закон. То есть она изменилась? Она попросила даже прощения. Она сказала, это моя полностью ответственность. Ясно, что, пойми, это же не просто какая-то странность пришла ей в голову. Это реальная проблема с коронавирусом. Здесь есть большой подъем. Здесь есть британский штамм. И так далее. Она решает. Но она решила слишком жестко в христианской культуре на Пасху не разрешить собираться вообще. И она сказала, я виновата. И знаешь, вот это сильный подход. Ты не говоришь о пандемии, коронавирус. Ты говоришь, вот в этой ситуации я решил это не так. А в другой ситуации надо было бы по-другому как-то решить. Вот это подход человека, который берет ответственность за взятые решения, за какие-то моменты. Не все в наших руках. Что-то кто-то решил, где-то обстоятельства. Но это подход более правильный. Человек решает это, думает об этом, говорит об этом. И всегда это будет по-разному. Вот ты затронул такую большую тему. Думающие, размышляющие люди. К сожалению, даже среди наших пастырей редко встретишь людей. Многие просто хотят жить по этому правилу. Объясните мне. Я приехал на конференцию. Научите мне, как относиться к этим вопросам, к политике или к другим каким-то вопросам. Все, я буду так вот всех наставлять и учить. К сожалению, очень многие не хотят садиться, разбираться, размышлять, думать об этом. Чтобы вот так выйти, как Меркель тоже, и сказать, извините, здесь я был неправ. Мне, кстати, Меркель напомнила, я не говорю о одинаковости позиций, подходов, но я вспоминаю, для меня это было очень удивительным моментом конец 90-х годов, когда Ельцин заканчивал свой срок, и он вышел и там сказал, что он заканчивает, сдает. И мы можем там обсуждать, прав, неправ. Там какие-то люди, это не важно. Важный момент. Он сказал, если я что-то неправ перед народом, простите меня. И для меня вот эта фраза, не его решение, не его последствия, а вот фраза, простите меня, вот я, мог быть, неправ, было таким новым. Почему? Потому что, смотря на историю назад, я начинал вспоминать, так, просил ли прощения Брежнев? Нет. Андропов? Нет. Черненко? Нет. Сталин? Нет. Ленин? Нет. Кто там выходил? Понимаете? Я не могу вспомнить. Видите, вдруг человек говорит, какая вот ситуация вышла. Вот. Да. То, что ты говоришь, это правильно. Я считаю, что это подход такого критического ума. Критичный ум не в смысле критикующий. Есть такие люди, все против всего. Но ум, который мы пытаемся понять правильно. Я считаю, что есть вещи, которые база. Это для меня христианина. Это писание. Это канон библейский. Это вещи, которые признаваемы всеми людьми, христианами в течение двух тысячелетий. Ну и так далее. Все это знают. А когда происходят моменты, надо стараться чуть-чуть понимать их больше. Поэтому, ну, например, вот я часто слышу некоторых журналистов, которые говорят, вот человек, вот он является специалистом в какой-то области. Вот он может быть рабочий или шахтер, или программист, к примеру. Он выражает мысль на сферу, в которой он не специалист о питании, или о медицине, или о космосе, или еще о чем-то. Ну, просто один будет это говорить мягко, а другой будет говорить, я считаю, что это космическая дыра, я считаю, что должно быть так. И все смотрят, я видел это по ютюбу, показали по телевизору, о, так было здорово. Почему мы должны это принять? Как? В медицине. У меня была ситуация смешная. Я пришел к доктору, я говорю, ну, у меня нормально идет химия, у меня идет химия, лучевая терапия. Вот видишь, волос здесь нету, здесь лучами. Вот здесь у меня все было. И вот он говорит интересному. Я говорю, скажите, вот я вот не ем сладкое, потому что мне сказали, что... Он говорит, а кто вам сказал, врачи? Я так вспоминаю, ну, не врачи, но люди это пишут. Мне же в комментариях это пишут. Я говорю, нет, ну, друзья разные. И он так улыбнулся, он говорит, Денис, вы пациент, а я специалист. Я вам скажу. И он говорит, поймите, опухоли в теле и опухоли в голове, у них две большие разницы. Там химия бьет по всему телу, здесь химия не бьет по телу. Это гораздо проще. У меня нормальный аппетит, я кушаю, даже, наверное, может, поправился. Но я к чему говорю? У меня взгляды через мнение людей, а он смотрит на меня, он смотрит на мою кровь, он смотрит на процесс. У кого-то хуже, у кого-то лучше. Он специалист, он знает детали. И я понять все, что он думает, не могу. Но чтобы, как вот человек с критическим умом, я что сделал? Я спрошу его. Я напишу еще, наверное, двум или трём людям с таким же подходом и знаниями. У нас есть еще, по крайней мере, два человека, которые тоже в онкологии, тоже нейроонкологии именно головы. И самое интересное, мы, когда приходят документы какие-то, кровь или еще что-то, кидаем им, они говорят, о, у вас должно быть шесть химий. Я прихожу к доктору, через неделю я говорю, сколько у меня должно быть? Он говорит, согласно протоколу шесть химий. Я смотрю, то есть люди вот в этой сфере, они знают, что к чему, почему. А я-то не знаю. Поэтому я могу посмотреть на какой-нибудь сайт, где будет написано, если вы хотите получить нормальное состояние, пейте вот такой-то сок, и тогда вам поможет. Или обязательно не ешьте вот эту вот какую-то еду, и тогда все будет хорошо. Или еще что-то. Это подход неверующих, это вообще современные люди мыслят, очень многие так, очень многие. К сожалению, я сам недавно, буквально месяц назад ездил и похоронил жену одного нашего пастыря. Такая же ситуация, тоже с раком. И вот на народные средства где-то прочитали, где-то услышали. У меня вопрос, вот как ты думаешь, протестанты всегда отличались критическим мышлением, вот о чем мы сейчас с тобой говорим. И вот я не знаю, как там в Узбекистане, в Украине, в других регионах, где ты чаще бывал, вот. Но у нас в российском протестантизме такое впечатление, что вот это критическое мышление уходит. Даже в среде евангельских, протестантских, вот не то, что верующих, знаешь, просто людей, но и даже пастырей. И подменяется каким-то псевдопатриотизмом, еще чем-то вот таким, знаешь, просто удивительно, что происходит с людьми. Теряют трезвость, здравость, боятся размышлять, боятся говорить. Что происходит, на твой взгляд? Почему мы теряем вот то, чем всегда отличались протестанты? Ну, давай я немножечко мысль отрефлюзирую. Ну, во-первых, мы не можем сказать, что протестанты всегда молодцы. У протестантов тоже полно всякой особенностей. Хороших и плохих. Ясно, что мы, являясь людьми вероевангельской, протестантами, конечно, мы считаем, что это гораздо яснее, гораздо лучше. Но давай не будем говорить, что все молодцы. Было очень много странных людей. Плюс и в католицизме, и в православии есть очень хорошие, и были очень хорошие, и есть, бывают, богословы. Люди, которые очень четко мыслят. Да, у них богословие немножко свое, конфессиональное, но подход правильный, подход мышления. То есть вот этот момент, который я хотел сказать. Теперь почему? Почему? Мне сейчас очень сложно говорить. Я тоже очень много ездил по России. Последние, может быть, несколько лет, сколько-то там. Не был, но я скажу, есть разные люди. Есть очень трезвомыслящие, есть очень такие наивно мыслящие. Я вспоминаю фотографию, она в весь мир обошла. Вы помнишь, когда там едет дед Агитлер, стоит толпа людей, поднявшие руки в приветствии Агитлера. А в этот самый момент один человек не поднял руки, стоит вот так, и все. И он выделен, ну, как уже для нас. Обратите внимание. Вот такой подход, он всегда, вот это сколько, это 80 лет назад, даже больше уже. Больше. Представь себе, вот это тогда, это сейчас. А что было раньше? И так же раньше было. Мы пропускаем через... Вот смотри, поднимается вопрос, вторая мировая война. И мы, одни спорят, одни за, против, считают каждую битву таким подходом, сяким подходом, говорят об архивах. Но все равно она связана с нашими отцами и дедами. А вот первая мировая война, там было меньше крови, там было гораздо проще. Нет, там было очень тяжело. А пораньше какие-то войны, а еще в древности, они у нас вообще не вызывают никаких эмоций. Никаких. Почему? Они эмоционально с нами не связаны. Вот когда мы что-то личностное прошли, вот у меня была ситуация, у нас было, мы с женой летели, у нас была аварийная посадка. И мы вообще в жизни прошли столько всего. Я думаю, боже, ты просто нас проверяешь в разных сферах. И знаешь что? Я эти посадки, то там по телевизору сказали аварийная посадка, то здесь аварийная посадка. Но когда мы прошли, то каждый раз, по крайней мере, какое-то период времени, когда говорили, была аварийная посадка, у меня аж комок. Почему? Это моя ситуация. Я ее прошел. Это, я вспоминал сразу каждый нюанс, как это у меня было в аварийной посадке. Вот этот момент, мне кажется, очень важный. Влияние на душу человека. И второй момент, который, мне кажется, тоже, это влияние информационное. Раньше, представьте себе, мы живем в деревне где-то, и мы читаем книжки, которые у нас в деревне есть. Ходим в церковь, и пастор, или священник, независимо какая деноминация, говорит что-то, и мы воспринимаем нормально. Сегодня я нахожу сайт, он на немецком языке. У меня в смартфоне такая штука перевести, и он мне делает все по-русски, все. Я немецкий не знаю, английский знаю, а немецкий нет. Я читаю по-русски. Мы общаемся, вот сейчас, находясь в разных странах. Мы видим все. И у людей такой большой объем информации, что способность выбрать из нее здравую становится сложнее. Вот почему сегодня для некоторых, не занимаясь информацией, надо взять хотя бы какой-то маленький для себя урок, попытаться понять, а как ты ее находишь. Вот ты говоришь, женщина, которую похоронили, она пошла нетрадиционными методами. Мне звонили, мне объясняли. Я говорю, я понял, я понимаю, что вы через это прошли. Я имею план, как я буду делать. Это был непростой план, как мы шли, мы нашли этого врача. Но мы обзвонили в разные страны, в разные клиники, высылали ММРТ, КТ и так далее. Задавали вопросы. Когда кто-то особенное говорил, мы помечали, и этот вопрос задавали другим людям. Мне сказали, у тебя идет две вены внутри опухоли, и пройти их дальше не каждый решится. И этот вопрос, входить в наркоз или некоторых делают без наркоза. Я задавал этот вопрос, от кого ты услышал. То есть мы повышали знания, мы уточняли, мы сужали количество стран, мы искали, искали, искали. Это был такой подход. Но этот подход же не возник, когда произошла ситуация. Этот подход у меня годы существует. Понимаешь? Кого-то он раздражает сильно. Почему? Потому что иногда бывает нужно быстрое решение. И тут моя беда. Я не тороплюсь в некоторой ситуации. Но я считаю, что в таком объеме информации через интернет, через телевидение, через YouTube, через соцсети требует, чтобы мы нашли методы хотя бы перепроверки информации. Как ее проверять? Это нам поможет двигаться. Но не то, что всегда правильно, но более правильно, чем если мы будем просто двигаться все, чего прочли и посмотрели. Вот касательно медицины ты сейчас много сказал. Я знаю, что твой случай уникальный стал даже там для клиники в Германии, для этого доктора. Они даже целую конференцию проводили на основании твоей операции, твоего случая. Скажи, это действительно правда, что в Германии такой высокий уровень оказания медицинских услуг? Недавно Алексея Навального буквально подняли, вылечили. Он тоже лечился в Германии. Ты сейчас там. Ты действительно ощущаешь, что это действительно очень высокий уровень медицины в стране? Я не объехал всю страну, если мы говорим. Я же не был везде. Я разговаривал с людьми, люди рассказывают мне разные истории, даже здесь. Даже здесь. То есть они говорят, понимаешь, мы как бы опять тоже можем опять вернуть. Ну, к примеру, давай так. Я приехал, наши друзья, чтобы было понятно, я никого не просил. У нас появилась одна сестра, которая сказала, вам нужны деньги. И она подняла фонд, чтобы собрать. Без этого, вы хоть что, я почки бы продал, мне не хватило бы денег просто пройти эту операцию. Она очень была дорогая, очень. Но я к чему говорю, что эта клиника, она является международной нейрохирургической какой-то клиникой. Врач, который делал, ему 83 года. Представьте себе, 83 года. Иранец, живущий более 50 лет в Германии. Ему три раза номинировали, один раз дали. И куча разных у него таких выдачных премий, социальных каких-то позиций касательно, кем он является. И он был нейрохирург мира. Какой-то год, 13-й какой-то. Вот он проводил операцию 14 часов. 12 он делал, едва заканчивали другие какие-то. 12 часов такой человек. Супер, супер. Как они подготавливались, супер. Врачи, супер. Теперь, видел ли я в Узбекистане очень хороших врачей? Очень хороших. Я видел в стране Средней Азии очень классных врачей. Просто, ну как сказать, как американцы говорят, the best of the best. Это просто классный. Но, понимаешь, в разных странах есть подходы. Ну, например, вот человек на Западе, в Германии или в Америке. Вот он платит страховку. Один платит обычную государственную страховку, а другой платит частную страховку, какую-то особую. Когда происходит ситуация, он говорит, у меня страховка. О, хорошо, мы вас запишем. Давайте через три недели придете. У него аппендицит. Вот тогда ладно, через две. Но если только скорую не вынужден. А в другой страховке они сразу приедут и сделают. Почему? Деньги. Срабатывают деньги. Здесь та же часть. У одних одни страховки, у других, и тех, и других обслуживают врачи. Хорошо обслуживают. Но подходы разные. Но теперь это вот один момент. А другой момент такой, что Германия, я тут не могу сравнить с каждой страной Европы или мира, как и любая система здравоохранения, она связана с определенными правилами. Вот здесь очень много правил. Вот если то-то, если то-то, если нужно взять лекарства, то должен сделать врач. Вот здесь я увидел, конечно же, интересные подходы для меня. То есть я их не видел в Израиле в свое время. И я вижу это здесь. То есть у меня два сейчас врача. После нейрохирургии, сейчас уже онкология. Просто кто занимается лечением. Они вырезали опухоль. Для меня и для них это шок. То, что ты говоришь, конференция, да. Но, чтобы ты понял, это институт, который по особым случаям проводит конференции. Не в смысле, что это самый уникальный в мире. Нет. Ну, наверняка таких миллионов. Мы просто же не знаем с тобой. Мы же не онкологи. Но для них это было интересно. Они ждали, что у меня будет речь месяц восстанавливаться. А я на второй день по-английски с ними, ну нет, третий день заговорил. Я был в наркозе. Все начало работать. И для них вот вообще просто. Вот это стало вот этим моментом очень хорошим. Очень хорошим. И они понимают, что надо лечиться и так далее. Вот. Но если я смотрю, я прихожу уже после нейрохирургии, онкологии. Это же лечение. Это терапия. И вот доктор задает мне вопросы. И все, что я сказал, он записывает себе на листы. Каждую неделю он берет кровь, записывает, что он подал. Приходит кровь, он проверяет эту кровь. Радиолог, лучевая терапия, это другая клиника. Они между собой. Они обмениваются информацией. Она раз в неделю тоже меня встречает, задает вопросы. Все, что я говорю, она записывает. Они обмениваются. И оба они связаны с нейрохирургией. И у них полные данные касательно, что было. Вот такой. Я задаю вопрос. Они говорят. Они видят какой-то момент в крови. Они говорят, давайте мы понизим вот это лекарство дополнительное. Давайте мы изменим вот этот момент. Обратите внимание вот на какой факт. Я говорю, как кровь? Все хорошо. Все нормально. Понимаешь? Вот здесь два подхода. Это и профессионализм. Это коммуникация. Это контроль. Это перепроверка. Вот это меня очень вдохновило. Потому что я сталкивался с врачами, которыми пришел. Они сказали хорошие вещи. Они написали тебе бумажку. Пошел. Но у них ничего не осталось. Ты придешь. И они скажут, ты, кажется, у меня был. У одних хорошая память не все помнит. Другие не помнят ничего. Но системы нет. В каких-то странах плохая медицина. И не только из-за врачей. Из-за оборудования. Нет оборудования. Что-то плохо работает. Вот. Это гигантская сфера. Гигантская. Она связана и с экономикой. Плюс пандемия и так далее. Поэтому. Да. Как семья прошла через эти испытания? Я думаю, двояко. Двояко. С одной стороны, эмоционально гораздо тяжелее, чем я. Потому что у меня что? Умру, умру. Нет, нет. То есть, как бы, вариантов мало. Я помолился перед операцией. Ну и все. То есть, у меня, как бы, не было. У меня не было. Вот я еще раз говорю. Вот я вспоминаю разные вещи. У меня не было страха ни разу. Я понимал, что я могу уйти. Но. Для них это, конечно же, серьезный момент. Представь. У меня трое детей. И для них жена. И вот это был момент такой. Очень серьезный. Очень серьезный. И потом, когда я прошел, они же берут пункции. Эти клетки. И потом их проверяют. Проверяют не один день. Один проверка там 10-2 недели. А другая проверка 3-4 недели. На ДНК. И они должны были сказать, как эти клетки поддаются химии. Что они делают. Быстро ли они растут. И так далее. И мы не знали. И я помню, эмоционально для них было очень сложнее, чем мне. Это одна часть. Другая часть. Она очень хорошая. В том плане, что она мобилизовала. То есть мы больше стали близки. Что-то здесь интернет плохой. О, теперь хорошая. Она больше мобилизовала. Мы стали более близки. Мы больше на связи. У меня дети в другом городе живут. Мы еще не увидели за это время. За полтора года. Но мы на связи. Мы связи. Они участвовали эмоционально практически. Поэтому я и говорю, что страдания, они и плохие, и хорошие. Плохие тем, что нам создают немножко неудобства, трудности. Иногда боль. Дикую-дикую боль. С одной стороны. Но если мы находим Божий путь, то они могут быть и хороши. Чтобы мы видели боль других людей. Чтобы мы поняли, насколько люди вместе вообще в человечестве или в земле. Как-то так. Так что в среднем, я скажу, это стало хорошо. Спасибо, пастор Денис. Спасибо огромное. Я знаю, сколько людей молятся за тебя. И наша церковь. И по всему миру люди молятся. Чтобы Бог восстановил тебя до конца. Чтобы ты еще послужил. Можешь что-то пожелать и пару слов сказать? Я знаю, что ты смотришь наш канал. Что ты мой старый друг уже с 90-х. Мы близки, семьями. Можешь хоть пару слов сказать? Касательно вашего канала. Я подписался. У меня стоит пометочка. Которая дает каждый раз новый выпуск. Начало. Потому что мне очень нравится. Очень нравится подход общения с людьми разных направлений. Духовной, христианской, богословской, философской жизни. Причем людей не напрямую прямо обязательно священники. Кто-то социолог, кто-то философ, кто-то журналист. Но у них интересные подходы. Это особый момент. Потому мы с тобой недавно говорили. Я сказал, не останавливайся, продолжай. Потому что это очень интересно услышать разных людей. У нас же ведь люди, они говорят всегда о том вопросе, который поднимает перед ними интервью. Кто-то спрашивает. И поднимают светские. Ну и они говорят. Ты поднимаешь духовные вещи, ты поднимаешь философские моменты, ты поднимаешь личностные моменты. И это очень замечательно. Для меня это очень понравилось. Поэтому для канала у меня удовлетворение для вас двигаться вперед. Дать нам возможность мыслить шире. Потому что каждый такой подход, он порождает расширение нашего ума. Мы, услышав что-то, какую-то книжку решили прочесть, подход свой поменяли немножечко в каком-то правильном направлении. И это очень-очень важный, хороший момент. Так что от меня вот такое благословение, вдохновение, чтобы вы продолжались, количество людей росло. И чтобы это помогало. Потому что я еще добавлю, что не только в профессии дело, вот какие бы ни были профессионалы, вопрос, кто этот человек. Вот, например, у меня была ситуация, почему люди помогли финансами. Потому что я говорю, что вот у нас только просто провести операцию стоило 80 тысяч евро. Я говорю, у меня нету, я продам имущество, почки только надо, и не хватило бы денег. Почему? Какие-то отношения с людьми были до. Где-то я был, с кем-то общался, посещал отношения. Понимаешь? А кто-то, у кого-то, например, конфликты, ругается со всеми, конфликтует. Потом говорят, почему у меня никто не хочет помогать, потому что ты создаешь проблемы. Женщина, мужчина, кто бы ни был. Вот в профессиях точно так же есть люди профессии. Журналист, политик, экономист, врач, водитель, рабочий. Кто бы ни был. И важно, чтобы он был классный в своей сфере. А вторая вещь – это внутреннее его естество. Как он подходит к людям. Как он реагирует. Как он относится. Насколько он чистен. Насколько он правильно себя ведет. И она является контекстообразующим моментом. Мы начинаем видеть человека по-другому. И тогда мы говорим, этот журналист. У меня есть журналисты, которых я не воспринимаю как журналисты. Они пропагандисты. Просто ненормальные. Или нормальные, но у них внутри нет стержня. Там или купюры, или же еще что-то. А есть люди, они теряют даже экран. Они теряют какие-то возможности. Но у них есть характер. И вот это вот то, что вы делаете. Или то, что я верю, что вы делаете. Или то, что я вижу, что это к чему-то ведет. Ты слушаешь людей. Но то, что должно у людей возрастать. У людей должно возрастать внутреннее стержень. Они должны сказать, я не откажусь от этой фразы. Потому что она для меня очень серьезна. Или я от этого подхода не могу отказаться. Или я считаю так. И это будет для него негативом. Это может породить проблемы. Но он сохранил свою душу. И в глазах людей он поднялся. Вот это момент очень важный. И я думаю, что вы это делаете. И пусть Бог вас в этом благословит. Спасибо, пастор Денис. Нашим зрителям скажу. Это был канал «Взгляд с небесный». Я, епископ Альберт Раткин. И прямо из Германии. Воздоравливающий, восстанавливающийся. Пастор Денис Подорожный. Будьте благословены. Будьте благословены. Спасибо.